Звездову Станиславу Александровичу. Мальчишка, он убежал на фронт. 30 января 45-го года участвовал в округе знаменитой «Атаги века», которой только что мы аплодировали, С-13 Александру Анатольевну. Наверное, как лучше скажете вы. Прошу вас, уважаемый Станислав Александрович. Я должен сказать, что в начале войны все подростки мечтали попасть на соло, в том числе и я. И юнгой я попал в начале на соло, потом окончил учебный ряд подводного плавания и был расстателён в первую бригаду и попал на С-13. Победа нашей лодки поначалу официально была не признана. И это породило массу легенд, выдумок и всяческих инсинуаций. Но история расставила всё по своим местам. И герой Советского Союза Александр Иванович Малинеско не только стал героем, он стал народным героем. Кто помнит героев-подводников, а их было 22 только на Балтике, их имена? Навряд ли. А вот Малинеско помнит не только на Балтике, а на всех других флотах. Я должен сказать, что из экипажа практически никого не осталось в живых. Я знаю, что в Москве только я остался один. Был Шнапцев, был Булавевский, ещё один товарищ. В Кронштадте есть Остапов. Не знаю, остались ли члены нашего экипажа в других регионах и республиках. Просто связь потеря. И я хочу от имени оставшихся в живых, от имени Ленинградского комитета по защите, чести, достоинства командира подводной лодки С-13 капитана третьего ранга Малинеско и музея подводных сил имени Александра Ивановича Малинеско поздравить всех ветеранов, присутствующих в этом зале с 65-летней годовщиной Великой Отечественной войне победы. И ещё раз хочу присоединить слова балтизов в благодарность Юнию Михайловичу Лышкову. Мы все помним его героическую борьбу за Севастополь и Черноводский флот, когда все, и в том числе в правительстве, как будто не понимают, что они делают. Один Юрий Михайлович выступил и критически был против этого. И я должен его заверить, что все российские военные никогда не забудут его бойбы. Спасибо за внимание. Спасибо. С праздником вас!